Жители Пионерского, где находится одна из резиденций Путина, пожаловались ему, что город в депрессивном состоянии. Город в Калининградской области лишили статуса курортного. Местный порт не достроили, дороги не ремонтируют, а где-то их попросту нет. Ваш адрес была направлена петиция, за неделю собравшая 15% подписей жителей города. Просим обратить пристальное внимание на сложившиеся серьезные проблемы. Вот из-за подобных жалоб люди в России становятся. В Новодвинске и Архангельской области собираются расторгнуть трудовой договор с фельдшером скорой помощи Павлом Соливановым. Он был одним из 170 медиков, которые пожаловались Путину на низкие зарплаты. Они получают меньше 39 тысяч рублей, хотя по закону медикам должны платить около 71 тысячи. Увольнения будут в связи с тем, что в Кремле провелись электронные совещания, закрытые с регионами, а те, соответственно, дали поручения на места. Если будут негативные отзывы, вот сейчас во время вот этого так называемого цирка с выборами, то, соответственно, полетят головы уже у начальников. Поэтому на низшем уровне все предупреждены в плане того, что с вертикали этой власти, начальства, что никакие жалобы в период до 17 марта, во всяком случае, объявлены такой мораторией. А причин жаловаться у россиян хватает. В Ростове-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обрушения подъезда жилого дома. Власти эвакуировали 95 жильцов. В МЧС сообщили, что здание признали аварийным и подлежащим сносу еще в 2020 году. Тогда якобы людям предложили переселиться в маневренный фонд. Но они отказались, утверждает глава администрации города Алексей Лагвиненко. Жители дома называют заявлением мэра ложью. Пока Путин ведет эту войну, это будет происходить, в общем-то, повсеместно. И будут продолжаться, соответственно, подобные, ну, я бы не назвал уже природным коллапсом. Это все-таки уже рукотворные вещи, когда действительно не хватает в местных бюджетах, в федеральных бюджетах средств для поддержания нормальной жизнедеятельности тех отраслей, которые необходимы для жизнедеятельности людей. Поэтому здесь действительно все отправляется на войну. В Сибири волонтеры помогают нуждающимся собирать дрова, чтобы они могли пережить зиму. Люди живут в частных домах. И у них, как и два века тому назад, печное отопление. Это пенсионеры, многодетные семьи, люди с инвалидностью. Все, кому дрова не по карману. Печка наша дровами топится. Машина дров нам обошлась в 10 тысяч рублей за 5 кубов. Два месяца мы так прожили, плюс помогли остатки горбыля. Сейчас мы вообще на нуле. Дров осталось на неделю-полторы. Родственников у меня нет. Помощи ждать неоткуда. Крутимся, как можем. Людмила Яськова, жительница села Шалинское Красноярского края. Из публикации издания «Новая газета». В Сибири находится 88% российских запасов природного газа. Но именно Сибирь – самый негасифицированный макрорегион страны. Доступ к газу здесь имеют меньше 17% домохозяйств. Здесь необходимы колоссальные средства на вложение и проводки этих трубопроводов. В чем власть совершенно не заинтересована. Установка есть на выкачивание ресурсов и попытку продажи их за границу. Газопровод «Сила Сибири» перекачивает газ в Китай. А жителям Сибири газа особо и не обещают. К примеру, к 2027 году газификацию Иркутской области планируют довести с нынешнего 1% до 3,2%. А в целом по Сибирскому федеральному округу голубое топливо должно будет перейти в 140 населенных пунктов. Продолжение следует...